Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов, вы смотрите мою постоянную рубрику Gameplan, посвященную обзору новых игр для Android. Начать сегодняшний выпуск я бы хотел с пошаговой тактической стратегии под названием Planner Conquest. Визуально и графически игра выполнена в духе лучших представителей данного жанра, таких как Heroes of Might and Magic и Civilization. Данное сравнение я привел не случайно. В игре присутствует отлично реализованная система управления своим замком, таким же как в цивилизации. А вот баталии очень сильно напоминают таковые в героях. Вам предстоит исследовать карту, осваивать магические заклинания, создавать и развивать города и в конечном итоге привести свою расу к победе над всеми противниками. Особо долго и много об этой игре рассказывать не получится, ибо чувство того, как игра погружает в себя, просто не передать словами. Сильными сторонами игры является качественный геймплей, огромные игровые возможности, ну и в принципе графика. К минусам бы я отнес отсутствие русской локализации, высокий ценник, а также возможное непонимание, которое может возникнуть у новичков. Вторая игра называется Exit Hero. Это веселая аркада, цель которой заключается в спасении людей от внезапного зомби-нашествия. Геймплеем игра напоминает змейку. Ваша задача, управляя главным героем, собрать всех людей, избежать встречи с зомби и добраться до двери выхода. Управление в игре осуществляется исключительно с помощью свайпов, что порой может вызвать некоторые сложности и приступы ярости. Одним из важных моментов игры является необходимость пройти уровень как можно быстрее, чтобы заработать максимальное количество ключей. Ключи нужны для перехода на следующий уровень, а также для разблокировки новых скинов персонажа. Всего в игре присутствует 99 уровней, которые испытают вас и ваши нервы на прочность. Третья игра это сиквел популярной текстовой стратегии под названием Диктатор 2. Вторая часть стала еще более продуманной и интересной. Если раньше наша задача заключалась в принятии определенных решений, влияющих на отношение к нам различных классов, то теперь помимо этого мы сможем захватить другие земли и распространять нашу бесконечную власть на них. Процесс захвата представляет из себя пошаговую карточную игру, где выигрывает тот, у кого останутся карты, либо тот, кто сможет разгромить основного героя. Помимо этого в игре появилась возможность нанимать телохранителя, назначать губернатора, а также строить различные объекты инфраструктуры. Делая вывод могу сказать лишь одно, продолжение удалось переплюнуть оригинал. Далее в моем списке идет очень необычная аркада под названием Loading. Она целиком и полностью состоит из шкалы загрузки. Ее геймплей заключается в том, чтобы подгадать нужный момент и остановить шкалу на указанном значении. Чем ближе к нему вы остановите шкалу, тем больше очков получите, и тем меньше потратите жизней. Причем жизни отнимается столько, какова разница между этими двумя значениями. Казалось бы, все просто, и игра ничем не может увлечь, но это далеко не так. Самым необычным и интереснейшим моментом игры является присутствие сюжетной кампании, и если вас это не удивило, то уж присутствие боссов точно должно. Миссии в сюжетной кампании могут быть нескольких типов. В некоторых нужно просто набрать определенное количество очков и не истратить все жизни. В некоторых необходимо проявить всю точность и интуицию, чтобы остановить шкалу на конкретном указанном значении. Битва с боссом заключается в том, чтобы зафиксировать шкалу в рамках указанной зоны. Присутствует в игре и возможность кастомизации. Она заключается в возможности смены цветовой палитры. И завершает сегодняшний выпуск новая игра от студии Rovio и снова про злых птичек. Она называется Angry Birds Action. В ней нам предстоит поиграть во что-то типа пинбольной аркады. Сами же разработчики отнесли ее к жанру Smash M-Up. Каждый уровень в игре состоит из нескольких локаций, на каждой из которых наша цель собрать все яйца, а также по возможности принести максимальное разрушение окружающим объектам. Механика игры весьма проста. Нам также, как и в оригинальной версии, с помощью пальца необходимо оттянуть и выбрать траекторию атаки, ну а после наблюдать за тем, как злой птиц будет бежать, рикошетить и сносить все на своем пути. Графика в игре выполнена в теоретике грядущего полнометражного фильма и скорее всего приурочена именно к его выходу. Сама по себе аркада неплохая, но присутствие всего лишь трех единиц энергии – это настоящее издевательство. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!